Ребята из реабилитационного центра республика Пилигрим мечтали покорить гору Арарат уже несколько лет. На этот раз их мечта сбылась. 12 самых смелых, выдержанных пилигримовцев вместе со своими воспитателями преодолели путь в 6000 километров. Первым делом они познакомились с Одессой. Погуляв по городу Герою, ребята отправились на Одесский морской вокзал, где их ждал паром Южная Пальмира. Именно на нем бывшие беспризорники добирались до Турции. Кстати, капитан корабля решил сделать пилигримовцам подарок и провести для них экскурсию. Он даже пустил ребят на капитанский мостик. Место, куда обычно пассажирам вход воспрещен. Кроме того, во время морского путешествия ребята успели поиграть на палубе в латке. Теперь, уверены они, команда корабля Южная Пальмира запомнит их надолго. Представьте картину. Солидный паром, рестораны, солидная публика прорудится по палубу. Расталкивая людей, несутся наши пацаны, прыгают куда-то сверху, чуть ли не на голову. Команда пришла в шок, в полный. Это было, то есть, это правда зрелище такое. Во время прогулки по Стамбулу пилигримовцы познакомились с главными достопримечательностями города, поиграли в футбол с местными жителями и полакомились с восточными сладостями. А дальше бывших беспризорников ожидала заветная гора. На протяжении трех дней они шли к своей цели. Ребят, закаленных уличной жизнью, не пугал ни ураганный ветер, ни холод, ни усталость. Мы не сдаемся. В горах действовало только одно табу. Тех, у кого из-за климатических условий возникали проблемы со здоровьем, вместе с сопровождающими отправляли обратно. В результате до самой высокой точки Арарата дошли только пять воспитанников реабилитационного центра. На высоте более 5000 метров они установили флаг Мариуполя. Так красиво было, что я не могу даже как это описать. Это не на картинках, и не на фотографиях. А когда ты видишь это все сам, то тебя аж дух захватывает. Когда пацан в 14 лет, синий от недостатка кислорода, перебаривая боль, ступая через не могу и не хочу, ползет к вершине, и когда я даю приказ, ты возвращаешься. А он в слезы. Нет, я иду дальше. Ну, на самом деле, я скажу, не каждый день я встречаю в жизни такой дух, такой азар, такую целеустремленность. На обратном пути ребята искупались в Средиземном и Черном морях. Теперь у них в мечтах покорить еще одну гору – Монблан. Ольга Бахрева, Дмитрий Демишев, информационная программа «Зеркало».